Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что еще в 2022 году пошли первые разговоры о запуске совместной общей системы ПЛОСАГО между Россией и Беларусью. Именно тогда, в 2022 году, было достигнуто соглашение о запуске данной единой системы. После этого прошли неоднократные заседания, в ходе которых прошли совместные обсуждения параметров новой системы. И в итоге, в августе 2024 года, в Госдуму России был внесен соответствующий законопроект, предусматривающий общая ОСАГО России и Республики Беларусь. В первом чтении данный законопроект был одобрен депутатами еще 24 сентября 2024 года. Сегодня, 26 ноября 2024 года, депутаты одобрили данный законопроект сразу во втором и в третьем окончательном чтении Госдумы. Данные поправки, в первую очередь, будут полезны тем водителям, которые часто передвигаются по территории соседней страны. К примеру, ездят в командировки, ездят в гости к родственникам и так далее. Соответственно, сейчас, для того, чтобы пересекать границу Беларуси, они обязаны, помимо российского полиса ОСАГО, оформлять так называемую «синюю карту автострахования». То есть, это полис страхования автогражданской ответственности, который действует на территории соседней страны. После принятия данных поправок, отдельный второй полис приобретать необходимости не будет. Можно будет при оформлении стандартного российского полиса ОСАГО просто дополнительно указать о необходимости расширения страхового покрытия на территорию Республики Беларусь. Соответственно, с таким полисом уже можно будет ездить и по России, и по Беларуси. Естественно, такой полис будет стоить дороже, чем обычный стандартный полис ОСАГО. Тем же водителям, которые в Беларусь ездят, условно говоря, один раз в год, проще, как и сейчас, как и ранее, оформлять просто разовую синюю карту автострахования для разовой поездки. Если же говорить о тех водителях, которые ездят только по территории России, в Беларусь пока не планируют, то, соответственно, для них вообще ничего не изменится. Они по-прежнему будут покупать по тем же действующим тарифам, обычно стандартный российский договор ОСАГО. По правкам предусмотрено, что в случае возникновения ДТП, оно будет оформляться в соответствии с законодательством той страны, на территории которой произошла авария. При этом Российский Союз автостраховщиков и Белорусское бюро транспортного страхования будут обмениваться данной информацией в режиме онлайн при помощи взаимодействия информационных систем. Расширение ОСАГО на Беларусь будет происходить исключительно по выбору страхователя. Соответственно, дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только водители, желающие использовать это расширение. Оно будет оформляться доп. соглашением по лесу ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку. Альтернативные формы страхования, такие как синяя карта, остаются по-прежнему доступны автовладельцам, например, для коротких разовых поездок в Белоруссию и для жителей перераничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в Белоруссию. Урегулирование по ДТП, выплата или ремонт в Белоруссии по российскому полюсу ОСАГО будет оформляться по белорусскому законодательству, которое организует партнер РСА, Белорусское бюро по транспортному страхованию и выставит счет на компенсацию российскому ответственному страховщику. В целях синхронизации со сроками законодательных изменений с Белоруссией профильный комитет Думы рекомендовал срок вступления в силу соответствующего закона 1.01.2025 года, рассказал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Действительно, в принятом в первом чтении законопроекте была прописана дата вступления в силу с 1 октября 2024 года, ко второму чтению данную дату заменили на 1 января 2025 года. Однако, несмотря на то, что данные поправки, даже если успеют подписать, они действительно вступят в силу 1 января следующего года, по факту пользоваться данной системой можно будет чуть позже. Об этом опять же же сказал президент РСА Евгений Уфимцев. После принятия понадобится не менее трех месяцев для приведения в соответствие иных нормативных актов и внутренних документов, доработки инфраструктуры информационного взаимодействия между национальными автоматизированными системами страхования двух стран, в целях обеспечения возможности выдачи электронных полисов ОСАГО с расширением на Белоруссию и проверки их действительности на дорогах в другой стране или при ДТП в режиме реального времени, как это предусмотрено модельным актом и законопроектом, выяснил Уфимцев. Соответственно, теперь одобренные Госдумой в окончательном третьем чтении законопроект направят в Совет Федерации, после чего положат на подпись президенту. Таким образом, юридически получается данный закон после подписания президентом должен вступить в силу 1 января 2025 года. По факту, пользоваться данным страхованием можно будет, скорее всего, уже ближе к весне. Вот такая вот информация. Я напомню, для того, чтобы выгодно оформить электронный полис ОСАГО, вы можете воспользоваться калькулятором страхования у меня на сайте. Там на одной странице вы можете сравнить предложения от большинства страховых компаний России для обычных автомобилей, автомобилей такси и мотоциклов, выбрав наиболее выгодный именно для вас вариант страховки. Ссылка будет в описании. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Своим мнением по этой теме вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта в соцсетях. Все ссылки я оставлю в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!